накрою здесь чтобы меня не в руках не держать вот так да я почему-то сам себя слышу ну на расстоянии 20 сантиметров потому что я прям ко мне обратно все отражается а сейчас как вот я себя слышу вот сейчас меньше вот сейчас слабее а чего это так микрофон чувствительный очень он то есть либо очень гробки динамика очень у кого у вас или у меня классно но тут я все какой есть стоит такой еще дальше от себя так ну так может повернуть это куда-нибудь от динамика в другую сторону немножко давайте подальше вот так ладно слава богу слава слава тебе господи слава тебе господи я на 40 сантиметров это мало да нет я сам себя слышу то есть получается из динамиков идет в микрофон из динамиков ну отодвинуть надо от динамиков так далеко от динамиков сантиметров 60 ладно тогда а вот ладно буду тише говорить просто ну вот в общем батюшка сказал что у нас вот это будет когда рождественский пост мы говорит никого крестить не будем а в конце на на крещение кто вот сколько человек накопится вот будем крестить как бы и он говорит вот то беседу надо будет провести одну с ними вот с этими людьми вот я вот и спрашиваю мне как это соглашаться с этим ну то есть беседу делать или делать но батюшки скажи это недостаточно совершенно недостаточно познать бога и одна беседа люди вообще не знают это же не евреи которые с детства исполняли они обрезанные да ради послушания скажи делаю на это совершенно неправильно надо не менее 3 лет лет это каноны говорят как бы это независимо идет все просто раз мне сюда дали вставить ночи и вот у меня была мысль ну может быть мне прям взять проповедь ярлы песни как будет хорошую и на основании этого с ними провести беседу ну то есть чтобы они может кто-то уверует то есть прям конкретно прям папа по этой проповеди идти я ее естественно обогащу я его запомню сделать проверь посмотреть может быть батюшки обязательно скажи этого совершенно недостаточно в школу от своих ребенка учите на инженера это 10 лет да еще пять лет 15 лет при том сколько людей вкладывать тебя молодые тут старые люди приходят в один день который не верующий он отходит и ничего не знает это неправильно ну вот за полгода которое сейчас у нас было полгода людей накрестили наверное человек 60 вот ни одного в храме я ни разу не видел вот и все вот и все не надо это кощунство творить нельзя за это придется отвечать перед богом это обман нет я согласен да 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 это я все понял чё как бы я там я там не встреваю я как бы там она течет я себя туда не вставляю я так ему говорю но сам себя не вставляю пока нельзя мне удивительно как люди в православии еще держатся и поэтому рождение свыше тем более крещение духом святым вот как отца геннадия паста он уже уже получил и все еще сомневается получил я или нет как обратился как он богу то слышали ну конечно я много раз читал вот все мы все записали на магитофон и там дословно до буковки там как раз а бросил был юрасов сестры на все три наши я батюшки сегодня с ним разговариваю групп я ему рассказал про вальсамонта пишет при османской империи когда византию они захватили там крестили детей мусульмане да знаю у нас это написано должно быть да и вот я не признано не действительно все в итоге потому что я говорю тут тут у нас то же самое все сколько на приходили ни одного не было за приходит враженный татуировках в таких юбках коротких как будто в ночной клуб они думают что это какое-то там такое событие просто радостное мирское что крестить не хотят когда узнает что погружение не хотят отказываются погружать отказываются ребенка в другом скажи я не могу участвовать тут уже беззакония полном стоит вот так вот я это хотел только спросить у вас также еще еще сейчас еще вот я когда беседовал священники есть я один раз так и беседовал не с людьми со священником он сразу или он соглашается или соглашается что он только соглашенными должен выходить сам за все безумия какие были не знаю бог мне дает это я как на наковальне на какой он начинает каяться даже плачет и все значит сейчас володя то приехал значит вы будете делать это уже весной если бог даст сейчас не как просто не так часто к разолбить это не просто так у нас и домкратов нету надо домкрата 4 подводить один-то угол стоит нормального стены то а это продавлю туда тут необычное такое но я приехал посмотрел и тут наши друзья были приходили тут и все согласились не надо трогать потому что и ночью заморозки у нас вся работа пойдет прахом а потом асфальт очень дорогой заказать хотя бы две машины бетона потом обойдется 40 тысяч допустим вот а то там а одно там под 70 тысяч а дадим там асфальт если будет все вспомнил брат володя вы там не забрали случайно антену то виноват я а что ты знал интернет не забрал я там оставил интернет потеряешь но какая-то она твоя ну вячеслав привез специально я и не знал про это может еще удастся забрать не сказал вместе б я вам сказал я бы уже забрал бы сам я буду просить что при перевезли потому что по другому иначе там она что будет а где она без электричества она и работать ему от я же электричество вырубил там не будет работать а где на тебя лежит она напротив тарелки там она поедет когда там что-то ради чего-то заберите там пусть зайдут просто ответить сейчас-то молодежь пока там ну да потому что сюда если привезете здесь у вас резервный интернет и он лучше будет гораздо нет я это отдельно пользуюсь у меня же отдельная на кухне сижу а он будет если его подсоединить он будет и больше и лучше скорость будь больше слава христу все вопросов нет больше да ну что-то было забыл вот забыл ну ладно теперь вы будете чаще теперь можно чаще разговаривать я уже так соскучился по беседу с вами да ну потому что там вообще прерывает и прерывает а здесь то я нормально здесь то у меня проводов идет от телефона а там ничего нету такая тарелка стоит и все и в низинке еще виктор савченко когда был в баню уйдет предбанники все слышно в комнате еще не слышно а на одном уровне никаких деревьев между ними нет и ничего человеку скажешь даже не поверит ну вот что хотел еще спросить мы сейчас занятие ведем по богослужению для наших вот людей здесь которые давно вы не считаете что это зазря или не нужно для нашего нет это пускай знают знать можно но только все время подтверждать если где-то не по слову божию мы в конце скажем прости господи потому что бог не устанавливал нам вот так видишь как у кого есть говорит коринфянам когда говорит будет слова говори даже он пришел не знал что будет говорить даже не подготовился и когда языками там говорили а тут ничего нету знать можно я был полный курс и прошел семинарский на квартире у отца александра пивоварова в большой туман был и они на машине стукнулись машина загорелась он сгорел кандидат богословских наук был где-то проповеди были его проповедник божьей милостью ну что интересно вот мы едем вместе на богослужение то день то мы потом ведем там их сходила мы все это делаем как положено он говорит сегодня такое ощущение чтобы вы сказали а едем в троллейбусе представьте у меня никакого звания ничего нету а душа просто горит кипит я сразу и начинаю говорить проповедь он ни на кого не смотрит это в трава и говорим люди прислушаются и вот он выходит вечером тут же говорит и говорит то что я сказал другой бы даже не сказал там застеснялся что-то я говорила но я еще могу только плакать и радоваться он тайно ночью приходил к нам а мы у него жили одна подошла сын захлебнулся пьяный был он говорит такого не можем не отпевать ничего она никак он тогда на меня показал сидит тому человек он вам расскажет еще я рассказал я рассказал что она забыла про все теперь только ее душа человек и никакого отношения к богу не имел а он может покаялся а как он покаялся когда в блевотине задохнулся она говорит он когда-то мне рубль дал храм и вот это если вот дома кто я была я была перевернула чтобы блевотина то вниз сошла надо поминать вот поминание это самый страшный грех непрерывные ложь все ложь они верующим сына не увидеть жизни но гнев божий пребывает и гнев и чтобы откупимся рублями своими гнев божий ждут конечно большие испытания но пострадать за христа это что-то значит пока а что просили за два года то это как еще пока ответа нет еще срок не прошел там не месяц идет срок все сдавай делай как надо и дальше господь усмотрит но надо благоразумно это все делать ну я сейчас это как заблокированы все это время я как в тюрьме заблокирован абсолютно чтобы ничего не сделать сделать который во вред пойдет ну я и говорил про это смиряйся это полезно потому что вообще там все все тюремное все блокирующую ну надо уже избирать что там свое исполняет пока моя сад предельно спросить скажи я не согласен что не знать люди не знающие христа я в материал из мракоязычество получали ну конечно это православие священник написал нет это кандидат наук которым я в университете вел занятия она провела 3 а да 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 это которая женщина да 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 это я спутался со статьей до до некого сыпедникова если где-то и получилось 0,3 процента только знают что-то ой а чё же мы фу и к истину православию не добавили это вот не догадались но я не знаю вот забыл вот если бы я вот вспомнил то и добавил бы для слова божия не от плюс пометьте себе что это моя биография в одном университете мы вели занятия я лично встречался с ней да 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 а еще к истину православию там у вас там есть статья священника тоже про язычество в православии но это вишка она там сколько пять лет наблюдение 3000 студентов разных групп какого возраста и вопросов 20 задавала а нас каждый год я вот получился такой материал так вот я буду писать итоговые курсовые работы и но у меня есть мысли на какую тему писать то мы тоже хотел посоветоваться я хотел вопрос тоже проводить со всеми выходящими из храма причащающимися и у всех у них спрашивать там 20 примерно вопроса смысл такой чтобы показать что все люди которые причащаются совершенно не знают даже догматов никаких не знают на веру попы на это не пойдут чтобы нет все по все искаженная закрепилась они крестить погружать не хотят тут непробиваемая мы будем наказаны как те с кем воюем курсовую написать на эту тему показать опрос допустим каких 20 вопросов ставить прихожанам которые он что причастились вот они выходят из храма и вопросы задаю колокольчик ощущение почему вы решили принять крещение именно у нас не дать что вы не получите ничего в чем ваша жизнь изменяется что скажете господу сегодня если умрете что рожденное свыше или нет то есть вопрос это сами наплывают одно на другое как начинаете распорядок дня какой был и какой теперь после крещения ничего не изменилось пропускаете ли субботнее воскресенье да если вы два-три воскресных не были до извергнется из церкви они извергнуты и не крещеные и после крещения будущее названы верующими извергаются вячеслав спрашивал про причастие то есть когда причащается выходит с храма какие 20 вопросов задать вот я допустим пока себе выписал такие когда и кем были крещены это первое как проходило крещение то есть выяснить погруженными линиях слушаете ли рок попсу рэп отношение планировкам грех ли отношение к сигаретам грех ли сколько лет ходите в храм какой евангелие читалось на богослужении соблюдаете ли посты как часто причащаетесь играете ли в компьютерные игры считаете ли вы это грехом какой ваш возраст что для вас воскресенье мертвых иисус христос для вас бог или человека или бога человек кто для вас дух святой дух святой по-вашему исходит от отца и от сына или от отца и сына а у нас 60 делали опрос оказалось что 60 процентов православных и от отца и от от сына считают ну то есть символ веры не как бы не как причастие прощаются ли грехи вопрос причастие прощается потому что половина верит больше половины что плюс причастие прощаются в наше время все ли каноны обязательно для исполнения сколько крик сколько евангелий бог ветхого завета и нового завета один и тот же допустим или женщине танцевать полу раздетыми если это фигурное хотание художественная гимнастика и не подвергается осуждению общества для чего по-вашему нужно крещение что происходит в этом так для чего нужно причастие что происходит с человеком при принятии этого таинства считаете ли вы верным утверждение что религий много а бог один те основные религии говорят об одном и ведут к богу прочитали ли вы библию полностью один раз от корки до корки как по вашему причастие это настоящие живые тела и кровь христа или это символически нужно понимать если есть дети разрешаете ли вы им играть компьютерные телефонные игры святой дух это личность святой дух это бог читаете ли вы гороскопы вот такие вопросы я пока накидал для того чтобы для курсовой работы опрос делать как считаете на счетах все него место стоят все нужно и они практически правильно ты вряд ли что-то начать наугад будут они этим не живут им это не надо и у вас никого не будет а к тому который все разрешает к нему будет толпой идти это делаю это для того чтобы изначально по той цели по которой мы знаем с вами но так ну ладно хорошо ну вы не против да то есть что если что я вот это вопросы хорошие правильное но ответ давать они не живут этим им это все равно через день спроси они ответят по-другому ну вот и смысл то и в том показать что кого причащают научной работой тот кто проверять то будет он же знает это если он судит по-другому его надо отлучать и все церкви вот которая против крещения то они не крещеные иначе он бы так не заступался а раз он заступается он оправдывает свое лжекрещение ну или много кого мы их не найти никогда все скрылся я ладно все доброй ночи но вы все пишите мне если какие вопросы